Двух молодых сосен не досчитались в парке «Континент» после прошедших выходных. С момента торжественного открытия обновленного парка не прошло еще и трех месяцев. Тогда говорили о том, что создатели территории отдыха постарались не нанести вреда деревьям, которые здесь уже росли, а вдобавок насажали еще и новых. И вот эти молодые деревья уничтожены. Возмущению жителей близ стоящих домов сегодня не было предела. Для кого сажаем, для кого? Для детей, для наших, для себя же. А так, я считаю, что это преступление. Наказать надо. Пусть кто-то срубил, после этого сажает новый. Это вообще сверхъестественно. Вообще за это надо, я, конечно, не садист, но за это надо руки обрывать. Злоумышленник особо не заморачивался. Выбрал две самые крайние к забору сосенки. Все это происходило в районе 10 часов вечера, буквально в 10 метрах от будки охранника соседней автостоянки. Именно сторож парковки сообщил о случившемся охраннику парка. В тот вечер тоже была смена Фаниса. По его словам, такое ЧП в парке случается впервые. Когда все происходило, он обходил дозором территорию континента. Поэтому сам браконьера не видел. Я тут один хожу. Парк-то большой. И каждый бой сосны. Охранника ведь не поставишь. Охранник парка вызвал полицейских. Сообщил им марку и номер машины, на которую уехал браконьер. Спустя некоторое время сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили этот автомобиль в одном из соседних дворов. Сотрудники полиции установили личность мужчины. Своей вины 32-летний житель города не отрицает. По его словам, срубленная сосна ему нужна была для личных целей. В настоящее время сумма причиненного материального ущерба устанавливается. По данному факту в отделе полиции Савинова решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Пока полицейские сообщают о том, что у мужчины обнаружили одну из сосен. Он ли спилил вторую и где она сейчас, уточняется. Светлана Белова, Владимир Ладушкин, эфир 24.